На Красноярский рынок выходит крупная новосибирская таксофирма. Они работают сразу в трех сегментах – эконом, стандарт и премиум. Эксперты уверены, что они и займут свою нишу в нашем городе. А вот владельцы местных таксофирм начали вводить бонусные программы и немного снизили цены на поездки. На сайте новосибирской таксофирмы уже висит объявление, что в Красноярске скоро откроется филиал. В области это достаточно крупный игрок, предприниматели решили развиваться в регионы. Таксофирма предоставляет весь спектр услуг от аренды до продажи автомобилей. Предлагают даже заказать для поездок спорткар. Местные бизнесмены говорят, что узнали о том, что новосибирцы приходят на рынок в автосалоне, и там для новой фирмы такси отгружали 30 авто. Конкуренция тем такси, как наша. То есть тот, кто себя в классе, хотя это называется стандарт, но это не эконом, это как раз для среднего класса. То есть приличные машины, хорошие водители, максимально по возможности чистота. Автомобиль снаружи и внутри. И сейчас лицензирование, прохождение осмотров. У них в Новосибирске есть все. Прохождение осмотров, таксометры, даже оплата в машине по банковской карте. На Красноярский рынок относительно недавно зашла другая федеральная таксомоторная сеть. Рутакси представительство компании имеет в 20 городах России. Директор Александр Еремеев рассказывает, что в нашем регионе есть свои особенности. Если обычный рынок делят таксофирмы и так называемые бомбилы, то в нашем городе бомбил не так много. В основном все заказы достаются трем-четырем крупным перевозчикам. За полгода удалось завести постоянных клиентов, но многое зависит от маркетинговой политики. Вопрос подачи нас потребителям. То есть у нас есть разработки, это смс-заказ, интернет-заказ, всевозможные интернет-приложения для мобильных телефонов. То есть это очень интересно потребителям, и для них очень доступно, и интересно, и современно, можно сказать. Главная проблема, с которой могут столкнуться новосибирские предприниматели, рассказывает владелица такси Оксана Жаркова, нехватка квалифицированных кадров. А если они начнут демпинговать, то специалистам платить будет просто нечем. А вот бонусные акции и скидки, которые сейчас предлагают многие таксофирмы, никак не связаны с боязнью потерять клиента, считает Оксана Жаркова. В феврале у многих компаний традиционно меньше пассажиров. Наша акция направлена прежде всего на то, чтобы напомнить, может быть, и нашим клиентам о нас. Она связана не со снижением цены как таковой стоимости поездки, а снижением самой поездки минимальной цены. То есть, если раньше клиент мог проехать от 3-4 километров за 100 рублей, то сейчас наши поездки стали от 50 рублей. Меньше определенной границы спускаться нельзя. Это уже становится нерентабельно. Новую волну предложений от фирм такси стоит ждать к концу февраля, началу марта. Некоторые компании традиционно собираются делать большие скидки и дарить вип-карты постоянным клиентам, по которым можно сэкономить до 20% от поездки. Ну а мой номер телефона остался прежним 2-92-91-14. Оставляйте свои комментарии на нашем сайте afontovo.ru. Елена Бурасова, Илья Заречный. Афонтова. Новости.